Они не имели права заходить вообще в приватизированную квартиру и пользоваться частной собственностью. Но в основном, я не могу сказать, что вы не могли бы снять квартиру. В последнее время, вы не могли бы снять квартиру. Мы открыли криминал, экспертизу я проходила. Когда я пришла к юристу в квартирное бюро, я ему сказал, на каком основании вы заходили в эту квартиру без меня. Когда я пришла к юристу, я пришла к юристу, я пришла к юристу, я пришла к юристу. Пришли из прокуратуры, из городской. Сунирши сняли сережки, кому-то дали. Взяли ее телефон, кому-то дали. Ас-салам алейкум, хорбатли достан. Слабилам маршрутисан. Хорбатли достан. Хазырги мурачатымыз. Бу, фаргана бұлайяты прокурору, бахтерика Исмайлихге булады. Сабабы, буннан тахминен 5 ой олдым илгары. Маргарита Василевна деген нурани айол вафат еткен. Маргарита Василевна деген нурани айол вафат еткен. Шу масалада мурачат боле еткен ки Барнаапа деген. Барнаапа аслада оша барыслардан бұры, бұны Маргарита Василевна деген бұлмыш, айолдан ишаншнома аген. Айол беу асты, Расия фуқарасы бүгенлиг үчін, кейген. Бу масаладай асас хама еткен. Хайтып кеткенді, барнаапага ишаншнома беріп кеткен. Мер асты, қабыркувалышлий хақыды, ишаншномаларды хамасыны беріп кеткен. Енді шу жарайон пайты, үйчай қарабағыға овалып дүйді. Нема мақсатта агенлигіні, сураган пайты мұз, прокуратураны, шақар прокуратурасыны, хабарномасыға асаса, агенлигіні ваққылышы еткен. Енді айтмақчымыз кей, аген бұлса, аген кей, лекен, у ерге, нақану не, адам кіргізіп көйіп 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 көйіп. Продолжение следует... 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 После этого мы решили обсуждать в надежды, мы решили о чём vote. Да у меня только людиушием их учить, как представительство, как мы верим, и еще раз нужно к нашему именуру, для того, чтобы вы способныES, которые могут τους играть на этом мире, А теперь руководители и мутасадные ташкилеры и жених и жених и жених и жених и жених. Умены очень хорошо. Они очень хорошо, что они не могут получить. Таким образом, у них есть имущество, жених и жених, и жених и жених и жених. Они очень хорошо. и посредством этого вопроса, когда мы проводили эти данные, мы говорили что они были на эти главы. Мы говорили что вы делали этот мир, или что с таким миром нет. Кто хочет у него и он так? Кто его не может уничтожать в этом деле? Потому что у нас не только ответственность, не только ответственность, когда мы ставим наши компания, Уважаемый Бахтийор Исмаилов, у меня к вам такое обращение. Я Саитохунова Барнура Ахимовна, действующая по доверенности от имени Доспеховой Маргариты Васильевны, умершая 14 октября 1922 года, от ее племянницы. Хотела к вам обратиться. 14 октября умирает заслуженная учительница Узбекистана. Она была одинокая, у нее была племянница. Братишка у нее умер. Когда она умерла, я пришла сюда к Махалинскому комитету Фаруху. Я ему сказала, что есть племянники, есть родственники, квартиру, чтобы никто не забирал. Как мне соседи сказали, что пришли с прокуратуры, с городской. С умершей сняли сережки, кому-то дали. Взяли ее телефон, кому-то дали. 6 миллионов денег с квартиры взяли. И Махалинский комитет запечатал квартиру. Опечатал квартиру. 15 числа мы похоронили Маргариту Васильевну. 15 числа неизвестные люди поехали в прокуратуру городскую. 6 миллионов этих денег прокурор отдал. Не знаю, кому, для кого он это отдавал. Потом мне позвонила Диля. Сказала, что участковый хочет еще раз зайти в квартиру. Я позвонила участковому Гальшот, по-моему, первая Махаля, это Ивтихор, около Мухаё. Я ему позвонила. У меня есть запись. Мы с ним разговаривали 5 минут. Я ему сказала, что не трогайте квартиру. Завтра отправят доверенность. На днях подъедет племянница. Сама прилетит и сама все будет разбираться. Он мне сказал, хорошо. 17 числа ко мне позвонила Диля. И мне объявила, что у нее забирают ключи. Приедьте, говорит, заберите ключи. У меня участковый забирает ключи. Я приехала в участок в Мухаё. Значит, я просто у участкового спросила, на каком основании, есть ли у него основание забирать ключи. Я эти ключи не забирала. Эти ключи были у помощницы, можно сказать, умершей. Он мне ничего не ответил. В общем, он поднял на меня руку. Открыли криминал. Экспертизу я проходила. Городская прокуратура это все закрыла. В общем, никакого ответа нет. После этого я приехала Настя. С России у меня билеты, все есть. Она прилетела ко мне на 4 дня. Мы поехали в прокуратуру. В прокуратуру мы приехали. Нам сказали, что она никто, подавайте в суд. Что мы дали Хабарнаму в квартирное бюро. Значит, езжайте в квартирное бюро, там разбирайтесь. Мы поехали в квартирное бюро. Юрий, значит, Джахангир нам сказал, что вот да, нам дали на сохранение. Я говорю, ну вот приехало же, вот доказательства все возьмите. Там зам Мадали, по-моему, его зовут, заместитель. Он мне сказал, что это Настя никто. И что, в общем, ему оказывается Кабулов дал распоряжение эту квартиру забрать. Когда я ему сказала, дайте мне письменное письмо о том, что это Кабулов вам сказал. Он мне сказал, езжайте туда. Я поехала в прокуратуру в городскую. В 17 кабинете, там с правой стороны, не знаю, я не помню, как его зовут. Он мне сказал, что они, оказывается, никакого отношения не имеют, езжайте в квартирное бюро. Я поехала в квартирное бюро. 11 января я открыла наследственное дело. 19 числа я пришла в квартирное бюро, написала заявление о том, что так как приехала наследница, оставила еще одну доверенность узбекскую, ну, здесь в Узбекистане, на меня, прошу вас выдать ключи. На что они мне ответили, что они мне, ну, дадут письменный ответ, оказывается. Ключи они мне, в общем, отказались выдавать. Потом я по своим семейным обстоятельствам выехала с Узбекистана 4 февраля. 13 я прилетела в Фергану. За это время мне сказали, что вот эта квартира, вот здесь вот на четвертом этаже находится, что квартирное бюро открыли дверь, зашли туда, вселили семью, вещи, в общем, раздавали они, оказывается, соседям, консервацию там, вот это вот все отдавали. Поэтому, уважаемый Бахтер Исмаилов, прошу вас помочь. Во-первых, еще полгода даже не прошло, так как 14 только апреля будет полгода. И они не имели права заходить вообще в приватизированную квартиру и пользоваться частной собственностью. Они безобразие творят в этом, как его. Поэтому я вынуждена была в журналистское этот обратиться. Я пыталась попасть в Базарову на прием. Через тысячу я звонила. Мне они не ответили. Потом еще что хочу сказать, что Махалинский комитет после ее смерти 16-го, нет, 17-го, они один раз заходили в квартиру, потом квартирное бюро два раза заходили в квартиру. Хотя, когда я пришла к юристу в квартирное бюро, я ему сказала, на каком основании вы заходили в эту квартиру без меня. У меня есть доверенность. Он мне говорит, это я не заходил. Ну, там, в общем, все они сказали, что это Кабулов сделал. Прошу вас законные меры принять.